Я понимаю, что вы должны с законом каким-то архитироваться, не просто так, с своевольностью это решать. Уголовный персонал в области написано, что это право всегда. А у меня права нет, что я должен быть на свободе, если я не виновен. Право всегда, не последовало. Право всегда. Ваша честь, вы же выяснили в суде, что нету потерпевших. Ущерб никому не нанесен. Я это деяние не делаю. И все основные из 900... Ваша честь, из 900 собственников квартир, 700 вам пишут, обращаются, прекратите. Но вы ими игнорируете. Главное для вас казабашка, которая не имела права писать. Камалова и Ли. Вот на основании этих... Это же преступление. Не только ваше обвинение в этом... А в чем? А в чем? Ваша честь, вы вам сколько нарушений показали. Если вчерашнее постановление, я его не видел, а в деле нету, не подписано. Вы о чем говорите? Когда экспертиза все делается противозаконно. А вы знаете же, я вам же сказал, вы же тоже как следователь, ваше честь, вы же тоже как следователь. Ладно, следователь юридически полуграмотный, но вы судья, вердикт выносите. Статья 1 часть 3 говорит, никакой орган... То есть, если в гражданском законодательстве прописано, что только собственники квартиры имеют заявлять. Как следователь мог, превышая статью 1 часть 3, принять это производство? Не ссылаться на гражданскую подвеску. Гражданскую подвеску прерикативу имеют перед уголовным подвесом. Вы это знаете? Статья 36, закон о жилищных отношениях. Вы это все не игнорируете законами? Какое правосудие, какое доверие к вам может быть? О каком справедливости, объективности мы можем говорить? Когда вы так относитесь к своим гражданам? Да, объективность, да, объективность, сертованность, это все уже, мы рассматриваем уголовное дело, докрашиваем, сколько лет, еще не... Ваша честь, скажите, вот кто-нибудь скажет, прокурор, вот этим доказано. Докажите, скажите, хоть один факт из того, что вы заявляете в обвинительной марте. Все это развалено, вы видите открыто, что это фальсифицировано, идет давление на граждан. Не только на меня, но и на всех моих членов ТСПК. Они не имели права даже аудит, не значит. А что оказывает давление? А? Что оказывает давление? Вы, вот, содержа меня, вы оказываетесь давление на меня. А что вы делаете? Неправомерно держите, как мне это можно сказать? Неправомерно, правомерно, это все выражаете. Это же равносильно пытькам в моем возрасте безвинному человеку. Ваша честь, если вы не в курсе, я вам скажу. С 29 декабря у меня произошел психологический кризис. И у меня отнялся до речи, слух. Я своих детей не узнал, которые приходили. Абвокатор, который целый месяц взял Ельясова, я не смог с ним общаться. Есть. Есть это все? Вы что делаете? Достаточный. Ну, мы же... Дети. Он прокурор в курсе об этом. Приходила прокуратура, моих всех сокамерников допрашивали, ходили, спрашивали. Я через три дня только у меня возвратился до речи. Потому что я три дня коллега, инвалид был. Осознал, как это быть неполноценным человеком, когда у меня сокамерники, когда я им пишу, они уже в последние дни отказывались писать обратно, потому что я по-другому с ними общаться не мог. И сейчас вот смотрите, ну что вы делаете, что вы делаете? Своих граждан, народ мы не уважаем, не цените, который доверил вам власти. Прошите от вас. Вы сказали, что материала дела нет, но при этом до начала судебного нашего сведения мы просили противовес одной стороне обвинения, четыре защитника, вас и общественные защитники просили именно начать ход дела, нужно с изучением материала. Ну, вы воспользуетесь своим правом, причем я более чем внутренне убежден, что это ваш мотив воспользования этим правом, это ваше какая-то личностное неприятное отношение или заинтересованное... Наинтересованное. Кроме того, чтобы вот вы сейчас сказали, мы сейчас должны со всеми разобраться и так далее. Уважаемый суд, вы юрист профессиональный. Уважаемый суд, вы юрист профессиональный. Уважаемый суд, вы юрист профессиональный. Уважаемый суд, вы юрист профессиональный.